Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Все, наверное, хотели бы жить в красивом городе. Но красивый город – это ведь не только тот, где есть современные здания и цветут цветы. Это прежде всего город, где удобно всем. Рядом с нами живут люди, не похожие на большинство. Им нужны особые условия, чтобы передвигаться, чтобы пользоваться теми же удобствами жизни, как и все остальные. Им нужна безбарьерная среда. Об этом мы и хотим поговорить сегодня в нашей студии Светланы Найденова, заместитель главы города, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Здравствуйте! Добрый день! Забота о детях, больных и стариках – фактор, определяющий степень цивилизованности общества. Создание безбарьерной среды для инвалидов – первостепенная задача социальной политики администрации городского округа Самара. С 2015 года в городе реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Светлана Анатольевна, а что такое безбарьерная среда? С какими барьерами приходится сталкиваться? Говорим мы всегда много, а может быть, не вдумываемся в смысл этого понятия? Вы знаете, ведь барьеры есть не только у людей с ограниченными возможностями. У любого человека есть какие-то барьеры. Есть барьеры, которые он сам не может переступить в каких-то личных делах, действиях. Но есть те барьеры, которые созданы для человека ввиду того, что он в чем-то ограничен. Это могут быть барьеры чисто такие. Он не может подняться по лестнице какой-то человек, у него нарушение двигательного аппарата. Он не может подняться на ступеньки в магазин, в аптеку. Он не может подняться в поликлинику иногда. Есть барьеры, допустим, человек ограничен по зрению, он не видит, куда ему идти. Он вообще не понимает. Для него не только барьер. Если даже мы сделаем абсолютно ровную поверхность, все равно это будет барьером для него. Он не видит. Есть барьеры для людей с нарушением слуха и так далее, и так далее. И вы понимаете, вот насколько мы раздвигаем, убираем у человека эти барьеры, настолько наш город будет комфортным для проживания любого человека. Вот маленький пример. Мы когда открыли пляж для людей с ограниченными возможностями, то ведь у нас туда пошли не только люди, которые не могут дойти до воды на коляске. У нас туда пошло очень много мам с колясками, с маленькими детьми. То есть мы убрали этот барьер для молодых мам. Это тоже одна из таких больших проблем. Попробуйте с коляской проехать по песку. Это тоже снятие барьера. Вы немножечко предварили мои вопросы, поэтому давайте мы сейчас тогда уже и поменяем ход программы. Раз заговорили про пляж, лето еще только-только прошло, да, еще зима не началась. Начнем с пляжей. Сейчас попросим нашего режиссера показать именно про пляж. Да, пожалуйста. Еще одним ярким пилотным проектом по созданию безбарьерной среды стало оборудование максимально удобной для маломобильных граждан зоны отдыха. В июне 2016 года на первой очереди набережной открылся пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это первый подобный проект в нашей области. Первый раз видим такой доступный пляж. Мы в восторге. Мы завидуем по-доброму, завидуем, как правильно сказать, самарчанам, да, самарчанам, инвалидам, которые могут попасть вот и поплавать в Волге, насладиться. Здорово, здорово у вас. Продумано все здорово. Парковка для инвалидов, настил для безопасного перемещения до самой воды, кабины для переодевания с широким въездом на коляске, биотуалеты с поручнями. Людям с инвалидностью это дает почти безграничные возможности. Для купания специальное кресло-коляска, складные шезлонги с антипролежневыми матрацами, ортопедические матрасы для плавания и спасательные жилеты. На акватории пляжа установлены бойки, ограничивающие зону для купания. С 10 до 20 часов на пляже дежурят волонтеры, которые прошли специальное обучение. Ну вот если за границей о таких вещах уже люди наши, побывавшие, рассказывали давно, то для России это все-таки достаточно новое явление, наверное, можно так сказать. И в этом году такой пляж открылся у нас. Не во многих регионах России есть подобные пляжи, опять-таки смотрела информацию. Вот, видимо, пришло какое-то время, что ли, вы к этому как-то пришли. Вот должно было это случиться сейчас. Я думаю, что действительно пришло такое время. И информация, к сожалению, к нам пришла не из других регионов России. Мы, честно говоря, не нашли, где бы был достойный пляж для инвалидов. С кого бы брать пример. Да, с кого бы можно было брать пример. Поэтому пришлось, конечно, брать пример за границей. Наши люди теперь действительно много где побывали, много что увидали. И когда мы зимой прошлого года, это в феврале, было принято решение о создании такого пляжа, то мы, конечно, очень, честно говоря, боялись, что у нас получится, как это вообще все получится. И получилось, я считаю, только потому, что мы экспертами взяли людей с ограниченными возможностями. И они нам говорили, как надо сделать. Как надо сделать съезд, как надо сделать спуск, какие должны быть поручни, кто должен там работать, в какое время суток. То есть мы полностью не сами придумывали что-то, а взяли за основу те рекомендации, которые они нам дали. И, конечно, очень долго, вот мы его открыли в середине июня, стало тепло, нам говорили, ну давайте открывать. А мы последние детали мы доделали, пришло оборудование, вот эти большие коляски, которые позволяют людям с ограниченными возможностями въехать непосредственно в воду. Они пришли прям буквально за несколько дней до открытия пляжа. И более того, мы первые дни по очереди все бегали, смотрели, ну как это все будет? Получилось? Не получилось? И успокоились мы, наверное, где-то через месяц после того, как пляж активно заработал. А еще у нас, мы планировали, что он у нас будет работать где-то до середины августа. Август оказался очень жарким. И мы работали в августе. И, вы знаете, такое количество благодарностей от жителей получили, как я еще раз говорю, не тех, кто на колясках приехал, но и тех, кто приехал с колясками, от мам с детьми. И вот сейчас мы собрали, ну были, мы увидим, где какие у нас там недоделки, недочеты. Мы сейчас все собрали, и где-то сейчас все равно будет какая-то передышка. И, наверное, в феврале мы снова соберемся и учтем все те недостатки, которые у нас были. И посмотрим, чтобы они были исправлены. И, конечно, в первую очередь мне хочется сказать большое спасибо нашим волонтерам, которые работали на пляже. Вы знаете, ведь этот социальный проект, доступный пляж, администрация города проводила вместе с двумя общественными организациями. Это Парус Надежды, это Десница, это они подыскивали этих волонтеров. И ведь волонтерское движение, обычно как оно у нас происходит? Нам надо что-то, ну, например, вот только вчера ко мне приходили ребята, которые предложили помощь. У нас есть, приближается Новый год, у нас есть большое количество детей, которые в силу определенных обстоятельств находятся дома и не посещают там какие-то. И мы с ними договорились, что они разнесут таким детям подарки на дом. Только не просто, на, то есть это снегурочка, мороз там, ну и так далее, чтобы это было достойно. Но это просто, вот, давайте разнести. А вот работать на пляже каждый день в любую погоду. Погода была, ого, ого, эти лети. А погода была разная. И жаркая была погода, и была погода дождливая, и ветреная. Мы каждый день знаем, какая была погода этим летом именно по этой причине. То есть вот то, что нужно каждый день туда приходить, это, конечно, для... Сначала они тяжело привыкали ребята, и вот я недавно с ними встретилась, мы еще их, конечно, будем сейчас приглашать. Я говорю, ну вы как? На будущий год-то готовы? Они сказали, всегда готовы. Это очень радостно, что мы уже имеем задел на будущий год, и что это будет, ну, грубо говоря, не разовая акция, это должно быть постоянно. И, конечно, посмотрим, как получится. Может быть, еще в каких-то местах будет открываться подобные доступные пляжи. То есть такие планы все-таки есть? Ну, нам пока надо сейчас... Мы знаем, что надо исправить на пляже. Сейчас еще, а дальше посмотрим. Я думаю, в перспективе это, конечно, будет по городу. Вот, по крайней мере, понятно, почему мы ближе к зиме про пляж опять говорим. Готовься они летом, а телегу зимой. Совершенно верно. И еще один проект, о котором очень хотелось бы поговорить с вами, неразрывно связан с тем, о чем мы только что говорили. На вот этот пляж, прекрасно оборудованный, надо еще как-то все-таки добраться. А если человек инвалид, а если он в коляске, а если ему, может быть, даже не особо есть кому помочь. И многие, я знаю, что пользовались в этом году такой услугой, как социальное такси. Ну, наверное, сначала еще один ролик, а потом продолжим разговор. Пилотный проект «Социальное такси» запущен в феврале 2016 года. Услуга оказалась очень популярной и социально значимой. В конце сентября ей воспользовались 1739 человек. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право поехать на социальном такси бесплатно. Инвалиды 1 и 2 групп, родители и родственники с детьми инвалидами с 50-процентной скидкой. Социальное такси приедет в любое время суток. По договоренности с транспортной компанией водитель помогает маломобильным гражданам при посадке и высадке из машины. Транспорт отвезет в больницы и административные учреждения, в церковь, театр, санаторий, спортзал. Наибольшим спросом социальное такси пользуется у инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе. Это очень сухая такая короткая информация. И прозвучали цифры о людях, которые к сентябрю воспользовались услугой. Но, насколько мне известно, она сейчас еще более популярна. Ну, давайте тогда в целом расскажем, что, да, действительно, мы в тестовом режиме начали эксплуатацию вот тех заутранспорта. Это была пока одна машина специализированная в феврале 2016 года. И мы тоже не очень знали, как эти услуги будут востребованы. И, как вы сказали, вот до сентября вот такое количество человек. Сейчас, после того, как работа в таком экспериментальном режиме закончилась, она началась в ежедневном уже нормальном режиме, был проведен конкурс, выиграла транспортная компания. И теперь мы можем предоставить, если раньше эти услуги предоставлялись до сентября только в будние дни, во время работы департамента, то в настоящее время этой услугой можно воспользоваться и в субботу, и в воскресенье, и в ночное время, если это человеку вдруг потребуется. И настолько она востребована сейчас, что только за октябрь месяц услугами социального такси воспользовались 1900 человек. Почти как за год. Да, то есть, ну, вы понимаете, все сначала должно быть, прийти к какому-то знаменателю, когда мы должны понимать, как это делать, что это делать. И вот я только вчера прям давненько не получала, получила письмо с благодарностью по работе социального такси. И для людей еще, знаете, что было очень важно? Не только то, что их кого-то на бесплатной основе, кого-то за 50% в зависимости от того, человек в какой категории, не только что их привезли куда-то, они отметили и подчеркнули, что очень важно, что водители такси обязательно выходили, помогали сесть, вежливо обращались. И мы, безусловно, подводя итоги работы, мы заключили договор с этой транспортной компанией до конца года. Вот этот момент обязательно отметим. И в том числе будем отмечать тех водителей, которые по-хорошему относятся к тем людям, которым они перевозят. Что они не просто, они становятся, они даже, вот некоторые звонят, говорят, а вот хорошо бы, чтобы, особенно те люди, которые пользуются гемодиализом, и для них это постоянное услуга. Вот хорошо бы ко мне, вот Петя бы приехал. А, вот так даже? Да, да, даже так нашим специалистам в колл-центре даже так говорят. Ну, по возможности, конечно, стараемся удовлетворить. И вы понимаете, вот эта услуга социальной такси у нас неразрывно сейчас связана, это еще одна была ступенька к снятию барьеров, это то, что вызовы социального такси принимают специалисты колл-центра. И, по-моему, там, я не знаю, было видно, нет, что работают-то там тоже люди с ограниченными возможностями. А вот, да, я надеялась, что вы об этом тоже нам расскажете. Да, вы знаете, мы когда понимали, что нам надо, ну, службу принятия заявок, потому что это должна быть служба, непосредственно находящаяся у нас. И тогда тоже еще один социальный проект, это трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Причем колл-центр находится в доме, где люди эти проживают в доме ветеранов. Это для них, понимаете, насколько важно, что они там, где проживают, нет никаких барьеров, чтобы они пришли на работу, они спустились там на второй этаж, и в колл-центре они работают, принимают заявки, они становятся полноценными членами общества, они зарабатывают определенные деньги, пусть это небольшие деньги, но это та сумма, которая, ну, поддерживает их, они там пенсию получают, и это вопрос трудоустройства инвалидов. Он тоже встал, когда мы вот продумывали вот всю эту цепочку. И насколько ответственно эти люди работают, я не хочу обидеть, не буду называть никого, потому что есть люди, которым я просто поражена, как сами, понимая, как важно для человека получить вот эту услугу, как вежливо, тактично, с каким этим они это делают, я просто всем очень благодарна. Очень важна финансовая поддержка, которую они получают за счет этой работы, но, наверное, еще не менее важно то, что они чувствуют себя нужными. Да, они не просто нужными, они чувствуют, вот они не придут на работу, и люди не смогут дозвониться, они не смогут заказать такси, и они понимают, насколько важна эта работа. И в этой ситуации мне еще, знаете, я когда съехала сюда к вам, я думаю, говорить мне на эту тему или не говорить, но некоторые обстоятельства, которые произошли за последнее время, я все равно хочу эту тему поднять. Я не буду называть адрес, не буду называть фамилию этих людей, но нам пришлось столкнуться с такой ситуацией, когда в доме на одном из высотных этажей живет мальчик на коляске. И его родители для того, чтобы было возможно выходить за свои деньги, с помощью спонсоров приобрели специальный механизм, там очень высокое крыльцо. Когда я узнала об этой ситуации, я ездила туда, к ним домой, и все-таки инженерное образование сыграло определенную роль, я увидела, что установить этот механизм невозможно там, и что там нужно делать пандус. Причем дом новый, построен недавно, в одном подъезде есть пандус, а вот там, где проживает мальчик на коляске, его нет. И также очень много сделал первый замглавы города Василенко Владимир Андреевич, нашли спонсоров, которые хотели за свои деньги, не за деньги жильцов построить пандус. И жители дома воспротивились. Сколько нам пришлось потратить усилий с привлечением средств массовой информации, чтобы все-таки установить пандус, который не только никому не мешал в доме, мы его все-таки установили, но и не мешает сейчас, который позволяет не только этому мальчику с коляской, его родителям пользоваться, но и там, те, кто проживает, те же мамы с колясками, там, люди с тяжелым грузом, ну и так далее, вы сами понимаете это. И когда, я говорю, вы почему это делаете? Это не за ваши деньги. Вы же понимаете, насколько... И когда я услышала, а пусть они уезжают отсюда, нечего им тут жить. Ну, это трудно поверить, честно говоря. Вы понимаете, для меня это был такой шок. Я думала, что это единственный случай. И совсем недавно, мне опять пришлось встретиться приблизительно с такой же, она несколько иная, но суть ее та же. Что это вы инвалидом делаете, а нам нет. И поэтому я хочу обратиться к жителям города. Если у вас есть возможность помочь тем, кто живет рядом, кому трудно, не забывайте, насколько это тяжело. И, конечно, я могу сказать, что у нас в городе очень много сейчас волонтеров, молодых ребят, студентов, школьников, которые как раз оказывают помощь тем людям, которые живут рядом. У нас есть люди, обладающие определенными денежными средствами, которые помогают таким детям и на лечение, на какие-то слуховые аппараты и так далее, и так далее. Но дело в том, что сталкиваются-то они очень часто, каждый день им нужна это помощь и поддержка, пусть даже моральная. И я очень бы хотела, чтобы наш был, а снятие барьеров, это в том числе отношение к тем людям, любого возраста, детям ли, пожилым ли, тем, кто трудно, кому трудно, чтобы можно было помочь им, чтобы они чувствовали себя полноценными жителями города. Я очень хочу, чтобы жители это почувствовали. Прочувствовали. Светлана Анатольевна, вы сказали о доме ветеранов, в котором находится колл-центр. Да. Вообще, что это за дом, кто там живет, и ведь он не просто дом, а вот он-то как раз со всеми условиями для этих людей. Да. Вы знаете, этот дом был построен много лет тому назад для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Шли годы, к великому сожалению, практически все они уже ушли от нас. И как таковых, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в доме осталось единицы. И постепенно, дом не может пропадать, там созданы все условия для проживания этих людей. Постепенно туда стали заселять там дружников тыла, ветеранов боевых действий, инвалидов на колясках, чтобы можно было им... Там очень хорошие квартиры. Конечно, практически все инвалиды достойны колясочники, потому что там есть специальные разворотные, чтобы углов никаких нет в квартирах. Это тоже очень хорошо. Конечно, у каждого дома должно быть такие условия, особенно у таких людей. Но, во всяком случае, те одинокие люди, которые там проживают, достойны того, чтобы они жили в нормальных условиях. Мы говорим о создании безбарьерной среды. Как много людей в Самаре, для которых эта среда необходима? Я вам говорю, я вам говорю, что для каждого должны быть свои условия. Но то, что в любой аптеку, магазин, государственные учреждения, должен быть пандус, это мы, так сказать, не обсуждаем, это должно быть. Просто должно быть и все. И мне нужно сказать, что у нас в городе очень много, собственно, на ответственных людей, это такие, я очень большое спасибо хочу сказать, Почта России, Сбербанк, различные торговые учреждения, которые любой свой офис оснащают такими устройствами, чтобы можно было спокойно добраться до того места, куда человеку надо. У нас сейчас большая проблема, конечно, это жилые дома. Вы понимаете, те дома, которые строятся вот сейчас, то там уже предусмотрено, что должны быть и пандусы, и должны быть большие лифты, и так далее, и так далее. Но город-то у нас был построен не вчера. И самое тяжелое, конечно, когда человек проживает, допустим, в старом, ну, в доме построен, там, в хрущевские времена, знаете, какие у нас там, там лифт, на коляске не въедешь, не развернешься, в квартире не проедешь. Вот тут, вот тут очень много будет зависеть, конечно, от тех людей, которые живут рядом, от, вот, примет, это уже, сейчас практически все дома, они же стали, все они были приватизированы в квартире, стали сейчас собственностью, и теперь уже общее собрание с собственником жилья решает, строить пантус или не строить в каждом подъезде, вот то, о чем я говорила. Тогда для них, наверное, наша передача. Да, я очень-очень надеюсь. И еще, вот о чем я бы хотела сказать. Мы в этом году сделали несколько проектов таких значимых, которые лицо человеческое, Самарь, придает, вот, пляж, там, стальной такси, и так далее, и так далее. И я обращаюсь ко всем, и жителям города, и с ограниченным, безограниченных возможностей. Мы сейчас собираем предложения на будущий год, а что бы они еще в городе хотели видеть вот такого? Я не могу сказать, понимаете, в одночасье весь город делает вот таким удобным, как сделали, допустим, Сочи после Олимпиады, где проехать можно в любом месте. Но сейчас любой ремонт любой дороги, обратите внимание, там обязательно строятся нормальные съезды, пешеходные дорожки и так далее, и так далее. Но что-то еще значимое, то, что бы облегчило людям жизнь, мы с удовольствием принимаем. Я хочу пригласить вас к нам в департамент на Кубишу 44. Если у вас есть какие-то интересные предложения, мы с удовольствием их выслушаем и вместе подумаем, как их реализовать. Но я так думаю, что все равно и у вас есть планы, и на будущий год, наверное, вот эта безбарьерная среда будет каким-то образом расширяться. Да. Можно о чем-то сегодня уже сказать? Ну вот я вам говорю, что вот те начинания, которые мы проводили в этом году в каком-то экспериментальном тестовом режиме, мы их будем, безусловно, продолжать. Мы, я считаю, что вот я сейчас ведь не говорила ни о том, каким образом мы организовали отдых для людей с ограниченными возможностями. Это тоже отдельная тема, о ней можно долго говорить. Ремонт квартир инвалидам, которые живут иногда в очень плохих условиях. Различные мероприятия, там, рыбалка без границ, спортивные соревнования, специальные спортивные соревнования, когда у нас ребята на колясках отдыхают в обычном лагере вместе с обычными детьми, допустим, в Волгском Артеке. И все это будет продолжено, расширено. Посмотрим, как мы сможем сделать, чтобы вовлечь как можно большее количество людей. И вот следующий год мы хотим посвятить привлечению большего количества волонтеров, чтобы человек с ограниченной возможностью живет рядом. Помочь, поддержать, съездить, что-то сделать. Извините, вот я никогда даже не задумывалась сама, как человек на коляске, вот сейчас стеклят балконы, да, а как ему открыть это окно? Как ему добраться до окна и открыть? есть специальные устройства, которые позволяют это сделать с помощью электроники. И вот такие мелочи, ведь их очень много бытовых. Мы очень хотим привлечь внимание людей, проживающих в городе, к проблемам тех, кто живет рядом. И это совершенно необходимо людям с ограниченными возможностями, но это ведь не менее необходимо тем, кто помогает. То есть вот этот фактор тоже, наверное, стоит учитывать? Безусловно, вы знаете, у меня есть один знакомый, живет в моем подъезде, молодой человек, и он не совсем, мы с ним не разговаривали никогда, и вдруг он меня останавливает неделю назад, и говорит, а знаете, а я взял шефство и называет, я была просто поражена, восхищена, я думаю, чем больше таких людей будет, я говорю, к вам кто-то, нет, я решил сам, для меня это было, наверное, самым главным, как можно больше таких молодых людей у нас должно быть в городе. То есть, безусловно, все, что в силах, возможностях администрации вы делаете и делать будете, но вот эти две, наверное, вещи, вот волонтерство и государственная помощь, это что-то такое неразделимое, без этого, вот как, безбарьерную среду создать? Без этого никак нельзя, потому что, вот, я изучала там какой-то заграничный опыт, там у них, допустим, на одного социального работника приходится около ста волонтеров, ну вот, приблизительно вот такая пропорция, и это ведь не просто, ну, я не знаю, модно, не модно, это потребность души, то есть, кто сколько может, кто-то отрабатывает один час в месяц, да, кто-то один день в месяц, кто-то по вечерам, кто-то, может быть, даже раз в год что-то делает, но это становится потребностью души, то, о чем мы говорили. Здесь нет никаких обязательств. Да, здесь нет никаких обязательств. Светлана Анатольевна, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. У нас сегодня в студии была Светлана Найденова, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Мы говорили о безбарьерной среде и пришли к такому выводу, надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Каждый из нас хотел бы, чтобы город был дружелюбным, но это сделать на самом деле очень просто. Нужно просто в нужный момент протянуть руку помощи нуждающемуся, не обязательно опираясь на государственную поддержку, на социальные гарантии. Спасибо, что были с нами. Увидимся в городе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин